Маленький мальчик со своим папой гуляет по улице, птички, светлое небо, солнышко, отличное настроение. Машина останавливается, мужик выглядит, говорит, Илюка, здорово, вы куда? Идем с сыном, смея в небо запускать, а ты тоже самое, тещу в аэропорт везу. Два друга встречаются, один другому, Герасим, поможешь? Конечно, мы же друзья, о, я тебе за язык не тянул, просьба пикантная, я слушаю. Ты понимаешь, я тут закрутил любовь с женой священника местного, ты можешь пойти его отвлечь, а я пока с ней. Говорит, ну, ты же сам сказал, а что мы друзья? Ну ладно, что сделаешь, обещал. Приходит священник, начинает загружать его какими-то глупыми вопросами, сколько у вас воска на свечи уходит, сколько прихожан приходит в будние дни, сколько выходные, ну, несет чушь какую-то. Священник говорит, сынок, что-то, по-моему, ты внизу бы заговариваешь. Говорит, батюшка, если честно, то да, просто мой друг сейчас развлекается с вашей женой, мне очень, попросил отвлечь. Не очень стыдно. Сынок, скачи-ка быстрее домой, у меня нет жены. Мотоцикли сбивает воробя на полном ходу. Воробей упал, перевернулся несколько раз, затих, он поднял бедную птичку, послушал, сердечко бьется, значит, живой, надо реанимировать его, как-то тем более юнатом был в пионерские годы. Он принес воробя к себе домой, положил его в клетку, засыпал хлебушку, водички залил, закрыл клетку и ушел на работу. Воробей очухался. Решетка, хлеб, вода. Трупа, я убил мотоциклиста. Муж и жена лежат в кроватке, самый сон. Муж пытается уговорить жену на исполнение супружеского долга. Жена сопротивляется, ты с ума сошел, ребенок не спит. А я говорю, не спит. А я говорю, не спит. Сейчас, Ромочка, принеси папе с маме водички попить. Я говорю, спит, давай. Они сделали свое дело, откинулись на подушки, в голосе стима, ты, ну я долго буду тут с кружкой стоять. Человек возвращается с работы, до к себе домой, в деревню, на улице ненасная погода, снег заждем, промосло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил пойти через лес. Идет через лес, смотрит на лесной тропе, стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет. Дернул дверь, открылась. Ну, он, думаю, сяк, обсохну, согреется немножко. Сел на заднюю дверь, на заднее сиденье, закрыл дверь, вдруг машина поехала сама. Медленно едет машина сама. Что это в этом месте такое? Сама машина едет. Вдруг из темноты появляется рука. Одна рука страшная, волосатая, с такими ногтями коричневыми. За рулей рулит рука одна. Все по Стивену кинует, даже страшнее. И пропала. Машина едет дальше. Мистика, ужас. Уже такие появились, я на деревне подалеку. Руку такая, морда заглядывает к нему в окно. Ты что тут едуешь? Еду. Прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет. Подруга беседует, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже. Придумаешь. Но у меня к тебе более серьезное предложение. Я видел тебя, Кабан бегает в подвору. Ну, это не Кабан. Ты чемпион мира. Это любви. Очень, очень понравился мне твой Кабан. У меня есть свинья на выдаде. Жозефина. Песочного цвета. Вот такая девка. Очень общительная. Быстро идет на контакт. Если мы познакомимся с твоим Кабаном, ты понимаешь, к чему я клоню. Появится поросята, еще поросята, еще поросята. Мы выдастаем мясной концерн. Мы всю Европу можем кормить мясом. Нам по барабану санкции. Ты представляешь, он говорит, гениально. Пришел домой, смотрит только Кабана хвост с крючком. Значит, Кабан готов. Он усадил Кабана в мотоциклетную коляску. Одел ему каску на голову. Привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда. В войне сыграл Ментельсона. Фата, понятые. Все как положено. Весь процесс произошел так, как они мечтали. На следующий день я опять усадил Кабана в коляску. Опять одел каску. Приехали. Опять все получилось. И вот нужно ехать на третий день. А он не может потом уже жуткого похмелья. Женя говорит, Зина, посмотри, у Кабана хвост с крючком. Жена смотрит в окно. Говорит, я хвоста не вижу, но каску. Жена, делай, в коляске сидит. Итак, представьте себе. Встречаются двое. Они говорят, ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит, а с чего ты взял? Вчера возвращаюсь домой. Прохожу мимо своего балкона. Ну, мимо своего дома. Смотрю, сосед стоит по балконе в трусах и курит. Прихожу домой, жены нет. Он говорит, а какая связь? Так он в ее трусах курил. Спасибо. Человек возвращается домой в дым, пьяный. Заходит, жена, естественно, начинает сразу хлестать по лицу. Будешь пить? Будешь пить? Будешь пить? Ладно. Наливай. Профессор математики стоит у доски, пишет какие-то равнения. Увлекся, забыл уже о студентах. Пол доски списал. Минут 20. Долго писал так. В это время на задней парте два парня играют в карты. Один кидает какую-то не ту карту, пытается смухлевать. И другой ему, ты что, дурак, что ли, что, почти что нет совсем? Профессор, да-да-да, я сейчас все объясню. Тут по телеку моду показывали. Дефиле. Не видели никогда? Ощущение такое, будто где-то по гост разрыли. Оттуда скелеты повылазили, под музыку маршируют. Правильно назвали? Дефиле. Прям охота крикнуть. Дефиле. Одни маслы торжат. Пес сидел облизывался, столько костей сразу. И тут моя Надька говорит, я мечтаю быть такой же, как к ней. Я же голубцом подавился. Я говорю, Надь, я не вздумай. Я что, извращенец, уже супружеской жизнью с черельком от лопаты. Ну что за мода пошла? Насмотрятся на этих опарышей голливудских. И давай худим. Ну где это видно, чтобы живая баба 40 килограммов весила? У меня собака 50 весит. Девочки, ради бога. Выбейте мне тут дурь с головы, худей. Вы у нас самые лучшие, самые красивые. Женщина должна соответствовать масштабам страны. Вот Франция. Страна мелкая, бабы мелкие. У нас страна необъятная, и бабы такие же. У нашей бабы все есть. И уральский горь. Ну а сзади огромное... Забайкальдю. С нашей бабой мужик чувствует себя покорителем великих просторов. У моей до сих пор есть места, где я еще не бывал. Но мы только 20 лет женаты, еще руки не нашли. Нам их мода не подходит. Журналит нам глянцево. Зима в итальянском стиле. И девка стоит, лыбится, мини-юбка, дыхает эту пупа. Ты у нас в Сибири так погуляй. Тебе под эту мини-юбку снега наметет полные трусы. Замучайся вогребать. А на ночь муж тебе еще солью посыпет, чтобы не поскользнуться. Во время исполнения супружеского долга. Я посмотрю, как ты так полыбишься. Ну что мы на них смотрим? Наши бабы самые лучшие. Ну что их не замухрыло? Ручки-прутики, ножки-веточки. Моей мятьки в пупок крикнешь оттуда эхо. Наша баба как море. В ней купаться можно. Прыгнул и качайся на волнах. Главное, забуйки держи, чтобы не снесло. Наша баба это русская в боли. Там пахать не перепахать. Бывает так на баши сижу, клуб сгибается. Моей картошку на огороде выкопать даже лопатой не надо. У нее левая рука совковая, а правая штыковая. А две вместе шагающие экскаваторы. Рекламу гляжу там это заморочек. И в облах в юбке. Говорит. Дониссимо. Легкое облако творожка. Нежные сливки с кусочками фруктов. Изысканное лакомство. И всего 60 калорий. На отечественном телевидении должна сидеть нормальная баба. Красивая, как моя Надька. И говорит. Свиниссимо. Легкое облако сало. Сочные кусочки рульки, плавающие в нежном холодце с пельминами. Изысканное лакомство. И всего 6000 калорий. Нам их немодные закидоны не подходят. Вот Надюха моя решила сделать пирсинг пупка. Пирсинг кис не смог пробить. Там слов красоты 20 сантиметров. Только дрель сломал. Но я даже брови не повела. А это мода пошла. Брюки на бедрах, чтоб животик было видно. Но я нарядила животик надвис над брюками, как козырек над подъездом. Дождь пошел, там детский сад спрятался вместе с воспитателем. Смотри, а стримки эти, это издевательство над русской бабой. Взять наши отечественные трусы. Все надежно прикрыто со всех сторон. Враг не пройдет. Граница на замке. А их стримки, это ж проходной двор. А главное, не нашим бабам не подходят эти стримки. Это все равно, что донести два арбуза одним шнурком. Наши девчата, они другие. Вот записалась Надька на танец живота. Ну, тренерша показала ей, как крутить этим животом. Зря показала. Маяк, как запустил этот свой маятник смерти, люди по залу летали, как кехли. Мы, главное, уже домой приехали. Я же вот еще по инерции два часа ходил дуды-сюды. Стены соседям долбил. У нас двушка была, теперь студия. Пришлось потом перепланировку в БТИ согласовывать. Мода пошла этих собачек мелких с собой таскать. Виталий сидит, он такой, кобыльцов, под мышкой, тяпкой. Моя говорит, хочу такую. Я говорю, Надя, тебе эта собачка как плоха. Тебе покрутнее надо. Носи нашего волкодава. А этих собачек, их же наряжают в одежку всякую собачачью. Моя притащила волкодава в собачий магазин, ничего не налезла. Она не растерялась, нарядила его в тетю шинхала. А я думал, не понял, что это собака. Думаю, чего это Лидия Эдуардовна под диван залезла и кость скрызет. А тут моя в интернете увидела, за границей новая мулька. В ресторане на стол ложится девушка, а на ней еду раскладывают, как на столе. Моя говорит, хочу так же. Ну, легла, я накрыл поляну. В пупок борща налил кастрюлю. Колбасы нарезал сало, картошки нажарил. Жрал целую неделю. Вся бригада с работы прикупила обедать. Съели только с одной ладошки. Остальное стол сам себя доел, слава тебе, Господи. Очень женщины, девочки, бабочки, вы наши самые лучшие, самые красивые. Мы вас любим такими, какие вы есть. Охота сказать вам стихами, но в стихах я не очень. Поэтому пусть мне поможет Николай Алексеевич Некрасов. Есть женщина в русских сиренях с великой душою святой. И нафиг нам запад растленный, где бабы поют с бородой. И пусть заграничные жабы корячатся на дефиле. Родные российские бабы, прекрасней вас нет на земле. Спасибо. Старый дедушка еврей, собирает грибы на опушке, что-то напевает себе, все. И вдруг слышит с неба... Поднимает голову, утка летит, тут разбил. Скончалось. Очень хорошо. Грибочки с уткой. Положил в лукошку, дальше пошел. Вдруг выходит охотник откуда-то из кустов. Ну видно, что долго шел, еще дымится ствол у него. Весь в ряске лягушка торчит с кармана, он только вылет. Он говорит, гражданин, я умоляю, это я подстрелил. Пожалуйста, отдайте, это я. Это мой трофей. Он говорит, откуда я знаю, может, у нее инфаркт. Нет, это я, я стрелял. Вы слышали, вы слышали. Извините, что упал, а то пропал. Я вас умоляю, пожалуйста. Я три дня уже охотник. Ребята смеются. Первый мой трофей. Он говорит, ну ладно, единственное условие, мы сыграем с вами в одну игру. Если вы выиграете, ваша утка, нет, тогда она моя. Я согласен на любую игру. Давайте, давайте. Кто кому сильнее пинка даст под зад, того и утка. Странный у вас. Я говорю, ну я согласен, бейте, вы первый. Хорошо. Этот разбегается, как грибник. Как одиннадцатиметровый, как дал ему. Тот подлетел сантиметров сорок от земли, упал туда, в траву, орал, как тарзан, разогнал, как животных с леса. Успокоился, говорит, ну все, давайте я. Ой, да заберите вашу утку в конце. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.